Новости с Владиславом Власовым Новые летальные случаи. В крае скончались еще три пациента, у которых ранее диагностировали ковид-19. Наличие обязательно. У красноярцев начали проверять электронные пропуска. Как работает система? Аномальная для апреля жара накрыла почти всю территорию края. Какую рекордную температуру обещают синоптики? Красноярцев просят спасти бурых медведей. Изможденных Юрему и Машку нашли на даче под Красноярском. В крае скончались еще три человека, у которых ранее обнаружили коронавирус. Таким образом, число летальных случаев в нашем регионе возросло до пяти. За последние сутки ковид-19 подтвердили еще 22 жителей. На лечении в больницах и дома с подтвержденным ковид-19 находятся 339 пациентов. По данным Минздрава, шестеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 48 человек инфекцию победили, их уже выписали. И тем не менее, вирус продолжает распространяться. Зараженные есть уже в 35 территориях края. В лидерах по-прежнему Красноярск, Березовский и Большимуртинский районы. Напомню, что все вопросы о коронавирусе можно задать по телефону горячей линии 8 800 156 53. Звонок бесплатный. И вот один из летальных случаев был зафиксирован в Канске. Об этом рассказал главный врач районной больницы. 86-летняя пациентка лежала в реанимации, но спасти пожилую женщину не удалось. Точную причину смерти в ближайшее время установят специалисты. Действительно, в госпитале у нас имеется один случай смерти. И, скорее всего, он связан будет с осложнениями, которые вызвал коронавирус. Но никак уж нет самого коронавируса, потому что все наши медицинские стандарты при лечениях соблюдаются в полном объеме. И пациенты получают полное лечение. И если наступают какие-то осложнения, то, вероятнее всего, они связаны с обострением, с ухудшением тех хронических заболеваний, процессов наших пожилых пациентов, которые у нас находятся. Состояние пациентов с коронавирусом, которые лечатся дома, должны ежедневно контролировать специалисты. Амбулаторную терапию в крае сейчас получают 101 человек. Ложиться в больницу или нет, решение принимает врач, но только с согласия пациента и его семьи. И, как говорят медики, такой сценарий лечения вполне возможен, ведь у большинства инфекция протекает в легкой форме или вообще без симптомов. И, тем не менее, каждый случай нужно держать на строгом контроле. Координировать взаимодействие врачей, полиции и специалистов Роспотребнадзора в территориях должны главы городов и районов. Значительная часть тех лиц, у которых выявляется коронавирусная инфекция, будут проходить лечение на дому. Это требует таких четких, согласованных действий всех структур, которые на это задействованы. Медики, правоохранительные органы, те структуры, которые обеспечивают помощь лицам, находящимся в изоляции, ну и далее по списку. Естественно, что во главе всей этой работы, по факту, должны находиться главы муниципальных образований. Лечение больниц с коронавирусом в легкой степени на дому абсолютно оправданно, безопасно. И тем самым мы способствуем тому, что наши коллеги, которые занимаются более тяжелыми больными в стационарах, будут иметь возможность больше оказывать помощь именно тому контингенту пациентов, которым необходимо. Наличие обязательно. В Край заработала система электронных пропусков. На проверку цифровых удостоверений вышли десятки патрулей. Как прошли рейды и чем закончились, расскажем далее. Электронный пропуск с разрешением на работу сотрудники полиции спрашивают почти у каждого прохожего. Здесь, на площади театра оперы и балета, только один из патрулей, а по Красноярску их десятки. Даже те, кто не нарушают режим, признаются. Проверок побаиваются. На самом деле это очень сложно. Это приносит очень много стресса. Ну, просто нервы. Напрягает, что сами сотрудники полиции подходят? Да, конечно. Были и те, кто просто проходил мимо, не обращая на полицию, никакого внимания. Казалось бы, все дело в музыке и наушниках. Но не тут-то было. Есть и те, кто о новой системе даже не знал или все еще не разобрался, как именно она работает. Ирина признается, об электронных пропусках слышала, но вот как его получить, узнала только сейчас. Потом администрация завтра больше забирает. Нет, вам электронный будет. Вы оказались не готовы к такой проверке, да? Да, не готовы. Я в банк выходила, мне нужно было зарплатную карту получать. То есть у меня была объяснительность с собой. Я слышала про электронный пропуск, но он будет примерно дня-два еще ждать и потом. Сейчас мне сотрудники полиции объяснили, что можно где получить электронный пропуск. Я вот думаю, если дали, вот ее, можно свободно передвигаться. Это мое мнение. Я и свободно хожу, сейчас свободно дал. Ну как бы сказали, что это мы пошли, надо, значит, дела получить, значит, надо карту забрать. Вы знаете, что вот эта справка только дает право на то, чтобы ходить на работу и возвращаться с работы? Я знаю, ну как бы. Горожан, которые по-прежнему идут на работу с бумажной справкой, достаточно много. Хотя на днях такие разрешения отменили. Работодатель должен оформить для сотрудника цифровое удостоверение. И все же пока полицейские идут на уступки. Полицейские относятся к данному ситуации с пониманием. Они связывают его с работодателем, подтверждают, что действительно данный гражданин является их сотрудником и находится на улице по вопросам, связанным с работой. Ну и, конечно же, рекомендуют как можно скорее перейти на цифровой вариант пропуска. И все же главная цель таких рейдов – отправить домой тех, кто нарушает режим и бесцельно слоняется по улицам. Сейчас таких, правда, немного. Возможно, на сознательность горожан повлияли повышенные тарифы – до 3000 рублей. Полицейские напоминают, электронный пропуск работает только на маршруте от дома до работы и обратно. Для похода в ближайший магазин, аптеку или для прогулки с собакой такой документ не нужен. А вот для поездки на дачу или по городу необходимо оформить временное разрешение. Сделать это можно на сайте. Впрочем, и бумажную объяснительную в этих случаях примут. А теперь подводим итоги. Полиция красноярцев будет останавливать каждый день и проверит, действительно ли горожане используют свои рабочие пропуска по назначению. И по уважительной причине выйти можно только дважды. Поэтому тщательно подумайте, прежде чем оставлять заявку на сайте. Елена Сенкевич, Алексей Гусев, Енисей. Новости. Огромная пробка собралась на выезде из Красноярска. Вот так выглядела трасса рядом с поселком Логовой. Полицейские перекрыли движение в обе стороны и останавливали практически каждую машину. У водителей проверяли документы, выясняли, куда они направляются и с какой целью. А тем, кто возвращался в город, измеряли температуру. С признаками болезни разворачивали и отправляли на лечение по месту жительства. Та же участь ждала и тех, кто пытался въехать в Красноярск без объяснительных и разрешений. Прямо на дороге инспекторы составляли протоколы и отправляли данные в административные комиссии. Водители, хоть и простояли в пробке, все же к таким мерам отнеслись с пониманием. Ну, неудобно, конечно, но это нужно. Это необходимо. Жизнь дороже, чем временное неудобство. Видимо, нормально. Значит, должно быть так. Так и должно. Почему? Ну, с коронавирусом, в связи с коронавирусом. Неудобства никак нету, все правильно. Пусть проверяют все. В Красноярске усилили меры по дезинфекции общественного транспорта. Теперь автобусы будут обрабатывать специальным раствором не только в гаражах, но и на конечных остановках. Каждые два часа мыть полы и протирать поручни. Все это делается для того, чтобы не допустить новых заражений. Подробности в сюжете. Салон обрабатывают с помощью механического опрыскивателя. На один автобус уходит не больше двух-трех минут. Прежде всего распыляют средства на пол и стеновые панели. Делают это только во время длительной стоянки. Например, когда экипаж уходит на обед. После обработки должно пройти минимум полчаса, чтобы пассажиры не надышались химическим средством. Обрабатывается средством хлоросодержащим, который контактирует, так скажем, со всеми вирусами, которые убивают их. Защита идет до следующей обработки. Хватает, так как у нас обработка ведется каждый день у автобусов. По распоряжению главы Красноярска такие бригады работают на девяти конечных остановках. В день они могут дезинфицировать 200 машин. Кроме того, кондукторы в перерывах между рейсами протирают поручни и сидения. Практически мы делаем каждую стоянку. Рейс делаем до конечки и вытираем. По полу, по обедам, по пересменке. Раз в два часа получается. Дезинфицируют салоны и после смены, когда автобусы приезжают в гараж. Такие меры должны помочь в борьбе с распространением вируса. Эффективно, потому что, ну, сами видите, мы все равно стараемся и транспортные средства очищаются. Все равно, даже поставив дезинфекцирующие средства, пассажир имеет возможность тут же очистить свои руки, подезинфицировать. Плюс мы все-таки рекомендуем безналичный расчет. Это уже отсутствует взаимодействие с кондуктором напрямую. То есть различные варианты, они работают и действительные. Чтобы сберечь здоровье свое и окружающих, лучше оставаться дома. А если все же пришлось нарушить самоизоляцию и воспользоваться общественным транспортом, очень важно соблюдать все рекомендации. В том числе надевать защитную маску, обрабатывать дезсредствами руки и держать дистанцию. Все правила прописаны в специальных памятках. Вячеслав Власенко, Андрей Крупнов, Енисей, Новости. Сразу несколько крупных пожаров. Трава горит уже и в черте населенных пунктов. Подробности далее в выпуске. Бесплатная доставка с примеркой одежды и обуви на tango-shus.ru Продаются гараж 100 квадратов, нежилое здание 100 квадратов и два земельных участка площадью около 2500 квадратов каждый. Город Богатол, улица Дубровина, 58. Информация по телефону, который вы видите на экране. Варикоз – это прогрессирующее заболевание с осложнениями в виде язв и тромбов. В Альфа-клиник акция. Прием хирурга-флеболога с УЗИ за 1000 рублей. 202-9801. Партизана железняка 26А. Здравствуйте, компания «Загород». Здравствуйте, мы хотим купить дом в Краснодаре. Строительная компания «Загород» строит дома в коттеджных поселках от 27 тысяч рублей за квадратный метр. В клинике «Аудионика» можно решить проблемы с нарушением слуха. Полная диагностика у врача-сурдолога в удобное время и без очередей. Запишитесь по телефону 230-60. За качественными автошинами в компанию «Белшина Урал». Весь ассортимент представлен в наличии на складе в городе Красноярск. Адрес Северное шоссе 7, дробь 28. Телефон 266-30-48. Проводи время дома с пользой для дома. Заказывайте товары на сайте водолей.рф. Оплачивайте онлайн. Работает служба доставки. Телефон 8 800-755-8888. Водолей.рф. Когда у тебя есть цель, но нет решения, главный совет – это приумножить свои сбережения по выгодной ставке до 10,8% годовых. КПК-совет. Надежное место для роста ваших сбережений. При боли в спине и суставах. Адрес помощи. Улица Баграда, 132. Диагностика. Блокирование боли с использованием ультразвуковой навигации. Лечение грыж протрузий без операции. Комплекс процедур для здоровья позвоночника от команды профессионалов. Продается производственная база в поселке Шира, включающая 7 объектов недвижимости и земельный участок. Расположение рядом с производственно-складскими помещениями и железнодорожными путями станции Шира. Все новости на Енисей. Мы продолжаем выпуск. Жара только усилится. Аномальная для апреля погода продержится почти до конца недели. Воздух прогрелся до плюс 26, а в пятницу и субботу градус еще повысится. Синоптики обещают до 27-28 выше нуля. Небо будет ясным, а ветер стихнет. Но вот такое летнее тепло в наш регион принес антициклон из Монголии. К воскресенью, правда, он ослабнет. Пойдет дождь и похолодает почти на 10 градусов. Воздух в этот день прогреется максимум до плюс 18. Ну вот есть вот такой погоды и обратная сторона. От аномальной жары в крае то тут, то там вспыхивает сухая трава. Вот такое пламя сегодня тушили спасатели на улице Петра Подзолкова в Красноярске. Черный столб дыма был виден почти отовсюду. Обуглились даже деревянные столбы. А это уже Назарова. Сухостой пылает прямо в черте города. Ранний огонь вплотную подобрался к заборам жилых домов в частном секторе. Ежедневно Назаровские спасатели делают до 30 выездов. В основном на заброшенные пустыри, бесхозные территории и небольшие рощи, где, несмотря на режим самоизоляции, появляются отдыхающие. Красноярцы пытаются помочь бурым медведям. Дикие животные обитают в тесном вольере на даче под Красноярском. У зверей есть хозяева. Долгие годы они справлялись, но вот теперь стало совсем туго. Корма не хватает. Наша съемочная группа выехала на место. Подробности в репортаже Анастасии Тиль. Мужчина за кадром объясняет волонтерам причину страшной худобыка Салапова. 15-летний Ерема не спал всю зиму. Из-за бессонницы и без того характерный медведь сильно истощал и стал нервным. Почему самка такая? Вроде откормлена, а и он почему нет? Ну, во-первых, у меня был спячка в эту зиму. А самка спала? Да. Самка спала? Да. Медведица Маша живет в соседней клетке. Она чуть упитая, не даже шерсть выглядит более здоровой. Хотя этой косолапой старушке уже 25. Маша и Ерема живут в поселке уже много лет. И большинство дачников такое близкое соседство с дикими животными не пугает. Большинство уже успело свыкнуться, что через забор от них живут бурые медведи. Вольеры на дачных сотках когда-то стали спасением для этих диких зверей. Сначала здесь появилась Маша. Прежним владельцам после закрытия ресторана медведица оказалась не нужна. Похожая история и у ее друга. Малышом Ерема оставили на передержку. Да так и не забрали. Нормальные мишки, на них все ходят смотреть. Как бы даже с детьми приходят. А вам не страшно? Не страшно. Они, по-моему, даже и зимой гуляют. Он их отпускает. Мы пару раз видели. Не страшно. Почему? Они же дрессированы. О тощих медведях под Красноярском стало известно из соцсети. Горожане подумали, что голодных животных бросили на дачи. И даже написали в Росприроднадзор с просьбой разобраться. В ведомстве ответили, что диких зверей могут изъять. Но только по решению суда. Позже выяснилось, что владельцы у мишек есть. Но содержать косолапых сейчас стало трудно. На помощь пришли волонтеры. В природу их не выпустить однозначно. Есть питомники, в которых проживают медведи. То есть в Подмосковье есть большой питомник БИМ. Там более 60 медведей содержится. Там, конечно, условия совсем другие. Здесь попробуем по максимуму сделать все, что можно. То есть обустроить ему на зиму берлогу. Обустроить больше вольер хотя бы в два раза. То есть в районе 100 квадратов нужно. Строительство вольера обойдется в несколько десятков тысяч рублей. Решив завести дикого мишку, о тратах и последствиях, люди задумываются редко. Как только косолапый начинает подрастать, его пытаются сдать в зоопарке. Каждую весну звонят и предлагают спасти, забрать от 20 до 50, представьте себе, медвежат. Конечно, во-первых, зоопарк не может принять столько. Вообще не может принять. Самое главное, нужно позвонить по телефону в Министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края. Сообщить об этой ситуации. И дальше они примут решение. Чтобы Маша и Ерема не голодали, сердобольные красноярцы несут волонтерам килограммы овощей и фруктов. Но просто откормить косолапого мало. После бессонной зимы, изможденного мишку, теперь нужно еще и вылечить. Анастасия Тиль и Иван Дорофеев. Енисей. Новости. В крае началась подготовка к новому отопительному сезону. Даже в условиях пандемии планы по ремонту сетей теплоэнергетики сокращать не будут. Как работает сейчас эта сфера и какие проекты будут реализованы, несмотря ни на что, расскажем в сюжете. Батареи еще горячие, а теплоэнергетики уже готовятся к новому сезону. И в этом году специалисты называют подготовку следующей зиме задачей со звездочкой. Они уже приступили к ремонту изношенных труб, планируют прокладывать новые, продолжают экологическую модернизацию ТЭЦ-1. Все проекты стратегические, но как они воплотятся в новой реальности, покажет время. А пока на эту тему рассуждают эксперты отрасли и строят сценарии развития ситуации. Я планирую, что снижение будет до 90%. Это еще не самый пессимистичный прогноз, который ждет ресурсоснабжающую отрасль в ближайшем будущем. О работе теплоэнергетиков в непростых условиях рассказывает замдиректора по экономике СГК Павел Борило. Естественно, по видеосвязи. Запускать новые инвестиционные проекты теперь сложно. Но отказываться от них все равно не будут. Поэтому пристально сейчас следят из-за тем, как платят за тепло потребители. Мы в настоящий момент перешли на ежедневный мониторинг данных по собираемости, как по теплу, так и на рынке электроэнергии. Пытаемся почувствовать, как можно раньше, как в этой области будут развиваться события. Новый отопительный сезон – задача ответственная. Специалисты делают все возможное, чтобы не сорвать сроки и выполнить все проекты. В Краевом правительстве подчеркнули, все ресурсоснабжающие предприятия в регионе не останавливали ни на минуту, чтобы обеспечить жителей самым необходимым – теплом, водой и электроэнергией. Изменений по сокращению ремонтных программ, по сокращению инвестиционных программ пока не предполагается. Но все будет, конечно, зависеть от экономического состояния предприятий и платежной дисциплины в том числе. Ремонт сетей в этом году запланирован в полсотни районах и городах края. Учитывая состояние коммуникации, откладывать в долгий ящик эти работы нельзя, иначе не избежать аварий. По прогнозам экспертов, энергетика может пострадать, если кризис усилится, и потребители не смогут своевременно рассчитываться за ресурсы. В этом случае поддержка государства для ответственных плательщиков будет как нельзя, кстати. Екатерина Павленко, Максим Галат, Енисей, новости. Танцы и рафтинг, не выходя из дома. Кружки и секции ушли в онлайн. Подробности через пару минут. Редактор субтитров А.Семкин Комплекс процедур для здоровья позвоночника от команды профессионалов. Проводи время дома. С пользой для дома. Заказывайте товары на сайте водолей.рф. Оплачивайте онлайн. Работает служба доставки. Телефон 8 800 755 8888. Водолей.рф Когда у тебя есть цель, но нет решения. Главный совет – это приумножить свои сбережения по выгодной ставке до 10,8% годовых. КПК-совет. Надежное место для роста ваших сбережений. Плохо слышите и раздражаете близких? В «Аудионике» акция. Бесплатное такси до «Аудионики» и обратно на подбор и настройку слуховых аппаратов. Запишитесь по телефону 230-60 или на сайте. Торговый дом «Хоскомплект» – это оптовая продажа хозяйственных товаров. Новый выставочный зал на тысячи квадратных метров. Инструмента, электротоваров, сантехники, товаров для дома и сада. У нас внимательное обслуживание, низкие цены, доставка по краю, отсрочка платежа. «Хоскомплект» – всегда выгодно, удобно, надежно. Варикоз – это прогрессирующее заболевание со сложнениями в виде язв и тромбов. В «Альфа-клиник» пенсионерам скидка 15% на лазерную операцию. 202-98-01. Партизана «Железняка» 26А. Все новости на Енисеи. Мы продолжаем выпуск. С учителем на связи красноярские школьники, не выходя из дома, посещают не только основные уроки, но и дополнительные занятия. Кружки и секции вполне успешно работают в режиме онлайн. Как все организовано, расскажем далее. И раз, два, три, четыре и пять, шесть, семь, восемь. В зале собственной квартиры педагог-хореограф 10-й Красноярской гимназии Ксения Золотухина показывает своим ученицам те же движения, что и на паркете спецкласса. Все ее воспитанницы тоже здесь, на прямой связи с помощью видеоконференции. Вместе осваивают новые элементы и демонстрируют уже разученные жесты и вращения. И хотя прямого взаимодействия с учителем нет, замечания, похвалы и оценки, как и на обычном уроке, получает каждая маленькая танцовщица. Я думаю, что даже где-то есть плюс в этом, потому что только ориентируясь на мои слова и на то, что я говорю, они пытаются сделать, то есть они сами чувствуют свое тело. Берем обычную швабру, это оставляем для домашней работы, а из оставшегося черенка мы делаем себе тренажер. Главный тренер сборной России по рафтингу Екатерина Кожанова на самоизоляции учит своих воспитанников из 53-й школы делать спортивный инвентарь из всего, что найдется в доме. Любая длинная рукоятка и аптечный жгут подойдут для того, чтобы повторить базовые упражнения. Ежедневно она записывает видеоуроки. Даже на карантине можно и нужно поддерживать рабочую форму. Домашнее задание тоже никто не отменял. Артем, когда выполняешь упражнение с резиной, резину на руки побольше намотай, потому что она достаточно слабая для тебя, а ты уже перешел на следующий уровень. Ребенок, если он учится, он будет учиться и онлайн. Ему не нужна ни мама, ни папа. Ему достаточно выдать задание, и он будет продолжать учиться. Если ребенок в школе не учился, то никакой ни онлайн, ни мама, ни папа, ни ремень ему не поможет. В режиме самоизоляции будний день школьников может и должен быть заполнен занятиями, уверены современные педагоги. Проводить дополнительные уроки полноценно и качественно уже научились в большинстве учебных заведений Краевого центра. Евгения Шелковникова и Александр Ермошенко. Енисей. Новости. Это все сообщения выпуска. Не устану повторять. Оставайтесь дома, берегите себя и своих родных. А с вами был Владислав Ласов. Я желаю здоровья вам и вашим близким. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова